Добрый день у микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии Николая Барсукова, депутата Кировской городской думы от партии Коммунисты России и, соответственно, секретаря областного отделения данной партии. Николай, добрый день. Добрый день, уважаемый товарищ. Слушатели, вы можете задавать вопросы гостю особого мнения через специальную форму на нашем новом, подчеркиваю, сайте eho.kirova.ru. Правый верхний угол, пожалуйста, заходите. Вот сейчас мы во второй половине дневного разворота активно обсуждали инициативу соцпроф запретить, в очередной раз что-то нам, россиянам, пытаются запретить, запретить работать нам по совместительству, подработку искать. Все это под соусом преподается забота о нашем здоровье, но вот специалисты, которых мы обзвонили, говорят, ну а что, у нас по трудовому законодательству человек вправе решать, где ему работать, сколько работать и так далее, лишь бы он чувствовал себя комфортно в плане материального положения, обеспечивал свою семью. Согласны, что тоже не совсем толковое какое-то предложение? Конечно, конечно, я точно так же не соглашусь с ним. Сам занимаюсь подработкой частенько, то есть и занимаюсь и несколькими направлениями деятельности, как вы прекрасно знаете, и студенческие отряды, и лагеря, и партия, так что тут, если я бы занимался чем-то одним, то, наверное... Вот я бы запретил законодателям что-либо запрещать, а вы бы что запретили? На уровне города, на уровне области, на уровне стран. Интересный вопрос. Запретить, наверное, не думать головой и совершать бездумные поступки, непроступки. Плюсом, почему-то мы все последнее время стали мерить именно деньгами, уже выросли в то, что у всех главное в умные деньги, а не именно какая-то социальная направленность. Плюс поражает просто нас вот этот вопиющий случай в Кемерово, который чуть-чуть обсудим. Хотел бы в первую очередь, конечно, выразить соболезнования всем жителям Кемерово, всем россиянам, потому что такой вопиющий случай не должно таких вещей присоединить нашей стране. Ну и стоит признать и стоит смириться, что риск подобного может быть в любом месте, потому что подобных торговых центров в любом крупном российском городе в последнее время было понастроено. И сейчас появляется информация о том, сколько там нарушений было и так далее и тому подобное. Хотелось бы, чтобы таких случаев не было. Накануне состоялось очередное заседание пленарной городской думы. Давайте проинформируем Кировчан, что было интересного, что важного, возможно, потому что, согласно каких-то опросов жителей нашего города, мало что знают о работе города. Ну, вот я специально сегодня взял повестку. Тут у нас было практически 18, даже, наверное, не включено два еще пункта, то есть 20 пунктов повестки нашей деятельности думы. Конечно, в первую очередь, это какие-то технические моменты, внесение изменений в бюджет города Кирова. Технические, но все равно важные. Важные, конечно, необходимые. Ну, например, такой нетехнический вопрос, это передача Кировскому областному государственному автономному учреждению дополнительного образования Центра творчества на Спаскре в безвозмездное пользование помещений. То есть, я считаю, что правильно и положительно необходимо помогать всем общественным организациям, социально ориентированным. Ну, то есть, поддержка... То есть, они там смогут расшириться или что? Ну, там просто технический вопрос у них закончился, но все равно я считаю, что вот именно поддержка, чем возможно, помогать именно социально ориентированным НКО необходима. Ну, технический водоканалу, конечно, подведение итогов в результатах рейтингового голосования по выбору территории муниципального... 18 марта. Да, то, что мы все голосовали за те, что мы будем в первую очередь благоустраивать наше формирование современной городской среды. Вы, кстати, голосовали без проблем. В одном месте можно было проголосовать и за президента, и за благоустройство. Ну, городские области, да, озвучили свою позицию, они довольны, что почти 50 тысяч кировчан поучаствовали. Спасибо всем, кто участвовал в этом голосовании. Что еще важно? Ну, наверное, предложение, которое вы тоже включили... Да, да, я вынес, собственно, вот это предложение. Глава Кировской администрации, Лев Шульген, предложил увеличить максимально установленную законом сумму административного штрафа для юрлиц, ну и так далее, и так далее. В общем, речь идет о том, что подрядчики, когда недобросовестно выполняют свои обязанности по очистке, например, дворовых территорий и других территорий, чтобы наказывали их более крупными штрафами денежными взысканиями, поддерживаете это предложение? Да, поддерживаю, и тем более здесь как раз и технику безопасности о соблюдении буквально два дня назад у нас сорвался с крыши, да, слышали, рабочий остался жив, но это сам работал на стройке мастером, прекрасно представляю, как и крыши чистили, что, конечно, необходимо следить за своим здоровьем, заставлять даже зачастую рабочих, бывает сложно, чтобы они пользовались страховкой, но вот это необходимо, то есть это вот как одна из мер, плюс, конечно, то, что у нас происходит с этими же сосульками. Неоднократно звучали у нас эти слова в студии, ну да, давайте штрафы увеличим, кто оплачивать-то их будет? Мы, те, кто оплачиваем коммунальные платежи? Нет, это штрафы юридических лиц? Нет, ну, если с этой точки зрения... Смотрите, управляющая компания, юридическое лицо, да, на неё накладывается ваш штраф, если он будет увеличен, то где деньги-то взять? Естественно, это та оплата, которую вносят собственники, я правильно понимаю? Ну, здесь, я думаю, что надо... Какие или какие-то ещё нужно подходить с этой точки зрения, здесь ведь есть максимальное и минимальное, и поэтому штрафовать и должностных лиц, которые не следят за этим, в первую очередь, повышение это обоих частей коснется, и как должностных лиц, так и юридических лиц, поэтому я считаю, что, ну, по крайней мере, не всегда, может быть, это необходимо исполнять на все 100%, я имею в виду самую максимальную сумму, но, по крайней мере, ну, какой-то стимул, может быть, для юридических лиц, что в следующий раз может быть и больше штрафов. Кстати, как сейчас оценивать состояние сумборки улиц, тротуаров, дворов? Очень активно идёт ситуация, то есть, ну, по крайней мере, считаю, что позитивное налицо. Ну, мне, кстати, удивил день, мы после 8 марта, когда вышли на работу-то, 11-го? Да, 11-го, или 12-го, ну, ладно, не суть, я выхожу из дома, сюда, в редакцию, смотрю, ничего себе, и тротуар чистится, и крыши там, сосульки налить, отскребается. Порадовало, конечно, что сразу после таких продолжительных выходных работа такая закипела. Ну, ладно, сегодня, между прочим, пленарное заседание ОЗС, да, областные депутаты в настоящее время заседают, первым, там, в повестке дня был, означился начальник ОМВД по Кировской области, Константин Селянин, он с отчётом о работе полиции за прошлый год. Как полиция у нас работает, как считается? Я считаю, что полиция, чем меньше мы её видим, тем, значит, лучше она работает, в принципе. И чем меньше адекватных каких-то резонансных дел, это говорит как раз о профилактической работе полиции, я считаю, что работает удовлетворительно. Кстати, недавно перед вами, да, депутатами начальник городской полиции выступал, да, и он говорил, что снижается количество патрулей, проблема районка Минтерн, где нет даже пункта, где находился бы участковый. Насколько, на ваш взгляд, серьёзный? Ну, я считаю, что вопрос финансирования всегда серьёзный, тем более, что не хватает людей, но, опять же, активнее надо использовать и такие, как формы ДНД были в Советском Союзе, то есть использовать, привлекать сочувствующих граждан, и поэтому я думаю, что здесь очень много ещё перспектив для развития. Привлекать по желанию или всё-таки добровольно-принудительным? Нет, конечно, всё-таки по желанию, потому что если человека заставили, то какой от него эффект будет. Кстати, в последнее время начал замечать, что у нас девушек, дружинников, стало прибавляться числа. Нет, не замечали? Видел, видел, то есть часто. Ну, в центре, конечно, мы видим, что очень много ходят и дружинники, и полицейские. Я понимаю, что на окраинах, конечно, сложнее, потому что и территории большие, и не хватает людей, но я думаю, что справятся. Ну, и, в частности, такой вопрос сегодня в УЗС рассматривается, или уже рассмотрено присуждение Николая Михайловича Лепатникова, президента УЗСК торгово-промышленной палаты, звания почётным гражданин Кировской области. Как известно, в конце прошлого года ему исполнилось 70 лет. Вот, поддерживается. Ну, я не могу не поддержать одного из командиров, студенческих отрядов командиров областного штаба, и тем более он немало сделал и в помощи нынешним сейчас отрядам, когда мы начинали. То есть мы с ним очень честно, активно работали. Он помогал нам и советом, и делом, и работой с предприятиями. Так что, конечно, я с точки зрения и командира областного штаба поддерживаю. Ну, человек достойный, я считаю. Сейчас у нас небольшая пауза будет. Я напоминаю, что это особое мнение Николая Барсукова, депутата Кировской городской думы, фракции Коммунисты России, единственный человек во фракции по понятным причинам. Небольшая пауза и продолжим. Продолжаем наш разговор с Николаем Барсуковым. Как раз упомянули о трагедии в Кемерово. Вчера был общенациональный тараур. Николай, кстати, для вас было ожидаемо или неожиданно, что на следующий день, ну, вернее, не на следующий день, а во вторник уже, да, после трагедии, в воскресенье в Кемерово прибудет президент Путин? Да, ожидаемо, потому что он участвовал всегда в таких больших резонансных ситуациях, то есть, если помните, везде практически присутствовал, поэтому я думаю, что это было ожидаемо. Вполне, да? Да. Должны ли, на ваш взгляд, сейчас уйти в отставку, или должны быть, каким-то образом, уволенные областные власти, городские власти, я имею в виду Кузбасс, Кемерово? Ну, я думаю, что в первую очередь здесь надо разобраться с ситуацией, потому что, в принципе, это не только там происходит, то есть, это практически ситуация у нас по всей стране, с торговым центром. Системная, да? Поэтому здесь всех, или, так сказать, надо смотреть, надо разбираться, правильно? И Бастрюкин сказал, что необходимо, в первую очередь, разобраться. Ну, вот по Тулееву, да, сейчас я думаю, вопрос будет решаться. По Тулееву, да. Отправлять ли его в отставку, или не отправлять? Он уже руководит регионом, уже больше 20 лет, да, с 97-го года. Да, практически, ну, помню, участвовал в президентских выборах достаточно. Да, активный был кандидат, и немало за него голосовало, так что... Путин назвал основной причиной этой трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Хорошие слова подобрал. Я соглашусь, потому что зачастую у нас вот это часто и происходит. Люди при участии в строительстве, точно так же к этому относятся, я имею в виду, когда на момент там согласования и так далее. Ну, вот по своему примеру скажу, когда нам в 15-м году передали в безвлезное пользование лагерь имени Гагарина, первым делом мы что сделали? Мы пригласили проверяющие органы, то есть тот же МЧС, тот же Роспотребнадзор, и сказали, что в первую очередь вы нам скажите, что нам необходимо какие меры принять, чтобы привести этот лагерь в чувство. Поэтому... Доводится он, напомните, да? В Зонихе. В Зонихе. Избежать трагедии мы готовы всегда выполнять все требования таких органов, как МЧС. По стране сейчас, да. Поэтому я хочу сказать, что в этих же моментах мелочей не бывает, и вот этот момент зарабатывания денег, на чем угодно, это точно так же неправильно. Любой, в принципе, я как строитель представляю, что любое здание, даже промышленное, всегда можно перестроить в рамках необходимого формата. То есть продумать все пути эвакуационные, продумать все, что необходимо, чтобы сохранить здоровье детей. Ну и просто граждан. 20 человек и взрослых погибло в данном попивающем факте. Поэтому я считаю, что надо, в первую очередь, заботиться о людях в нашей стране. Вот после пожара в Зимней Вишне появилась информация о том, что в Кемерово не так давно, несколько лет назад, сгорел то, что дотлай еще один крупный торговый центр. Ну, по-моему, по продаже стройматериалов или мебели, и в итоге выяснилось, что там была смонтирована система автоматического пожаротушения. Банально трубы водопроводные не были подведены. Представляете, разбередяйство. Да, согласен, полностью. Сейчас по всей стране, как известно, пошла волна проверок, торговых центров, кинотеатров и так далее, и тому подобное. Вот наш губернатор, Игорь Васильев, тоже руководитель торговых центров, собирал, попросил, давайте работать, мы должны заботиться. Ну, вот бывший экс-депутат Городома Алексей Кузьмин высказал мнение о том, что это опять приведет к росту коррупции. То есть за определенные суммы будут решаться вопросы, подписываться и так далее. Предположительно. Я считаю, что в принципе не должно быть роста коррупции, потому что такая ситуация должна в первую очередь и собственников тоже привести к мысли, что на этом экономить нельзя. Надо в первую очередь выполнить все необходимые требования, о чем я уже рассказывал, как мы действовали. То есть точно так же, пусть даже сейчас, но эти все требования выполнить и привести необходимую норму. Но ведь это не исключено, что кого-то потянут из руководителей таким образом решить вопрос? Как я уже сегодня говорил в передаче, что мы сейчас все свели на деньги в нашей стране, и культ вот этого золотого тельца, он достаточно сильно выделен. Поэтому именно, если рассматривая, о чем мы в предвыборной кампании однократно говорили, что в Советском Союзе у нас отношение было совсем другое, нежели сейчас. Почему это все-таки повторяется из раза в раз? У нас, к сожалению, такие трагедии происходят с определенной периодичностью. Вспомните ту же хромую лошадь, поход на Куньбышском водохранилище. Ну вот да, там власть рвет и мечет, пытается навести порядок, пытается найти ответственных, уголовные дела конкретные, принимаются решения судебные. Но это все продолжается, и никогда не знаем, где взорвется. Ну вот, как Владимир Владимирович сказал, что разгильдяйство. Потому что, если посмотреть, не только в нашей стране это происходит, а по всему миру такая же ситуация происходит. То есть, не мы одни только попадаем. Единственное, что у нас может быть больше времени, это у нас зима, поэтому где-то за границей торговые центры более легкие, тонкие и так далее. То есть, там нет необходимости утеплитель, который у нас и горит, является горючим материалом, когда экономят на строительстве. Поэтому здесь вот именно вот это разгильдяйство не стоит исключать. Потому что мы уже смотрели, и я точно так же ситуацию смотрю по телевизору, наблюдаем, что часто очень экономят, заменяют не те строительные материалы и так далее. Я не знаю, но сам строитель прекрасно представляет, что люди готовы ради финансов идти на какие-то неправильные меры. Хорошо, продолжаем нашу беседу. Николай Барсуков, депутат Кировской городской думы от партии Коммуниста России. Вот сейчас как раз к делам партийным хочу перейти. Итоги выборов президента 18 марта с вами обсудить. Максим Сурайкин, лидер Коммунистов России, как известно, набрал 0,68% голосов. И вы сказали, что недавно вернулись из Москвы, где обсуждались итоги выборов и планы на будущее. Итак, позиция партии по поводу такого результата? По поводу такого результата, конечно, мы полностью с этим результатом не согласны, потому что по нашим прогнозам результат был другой. Прогнозом или данным? Ну, данным, потому что мы частично проверяли, у нас были наблюдатели, вот если посмотреть в том же Карачаево-Черкесии, то, что произошло, когда у нас более 700 наблюдателей просто силком вытащили с участков и не дали им возможности. Хотя на момент, когда они находились на участках, у нас там было порядка 4%, в итоге у нас там 9,9%. Так что были такие несознательные регионы. Я про Кирскую область ничего не хочу сказать, потому что мы постарались отследить достаточно хорошо. Я, конечно, понимаю, что результат нам бы хотелось выше, и мы его прогнозировали выше. Но я понимаю, что тут две разных вещи. Одно дело голосование за партию, молодую, другое дело за кандидата в президенты. Люди немножко тут разделяют вот эту вещь. Числено это выражение. Сколько, товарища Максима, поддержали? Россиян, я имею в виду, 6,68 вот этих сотых. Я видел эту информацию, но это подзабыл. Да, 400, по-моему, 300, 400 тысяч. Порядка 400 тысяч россиян прогнозировали за кандидата в Коммунистическую Россию. Треть от того, что мы имели на выборах в Государственную Думу, когда 1,2 млн мы получили. Поэтому я считаю, что самое главное – это перспектива развития. Мы, если до этого партию Коммунисты России слышали и знали, но кто ее лидер, все спрашивали всегда, кто у вас лидер, кто у вас руководителем является, то, по крайней мере, сейчас этого вопроса не стоит после этой выборной кампании. Кто у нас является лидером, кто руководитель нашей партии, что он из себя представляет. Я думаю, что все уже прекрасно это видели. Достаточно яркая и большая кампания произведена была. Причем самая дешевая с точки зрения партии всех практически была проведена. Бесплатная? Ну, не совсем бесплатная, конечно, дебаты бесплатные, но поездки, прочее, то есть это все равно пришлось какую-то сумму заплатить. Сейчас не готов ответить в цифровом выражении, но это у нас было на Политбюро озвучено, сколько мы потратили. Ну, очень даже небольшая цифра по сравнению с другими кандидатами. А голосование в Кировской области за Коммунистов России? Ну, за голосование в Кировской области мы по итогам пятое место по стране заняли. То есть, конечно, нам далеко до Набережных Челнов, где наш кандидат получил 7% и занял второе место после Путина. Поэтому первое место по регионам это у нас была Северная Осетия. Но в прошлом году у нас там очень была мощная выборная кампания, где, наверное, помните, по итогам этой кампании сняли КПРФ, наш список сняли, мы потом сняли список КПРФ в Северной Осетии и достаточно яркая, плюс часть, опять же, КПРФ перешло к нам в партию, потому что зачастую это очень часто происходит в многих регионах, более молодая развивающаяся партия. Вот. Поэтому следующий результат это у нас был Татарстан, опять же, тоже больше, почти 2%, 1,68%. Потом Акассия, ну и вот пятая мы, 0,85%. Конечно, хотелось бы, чтобы мы были максимально по стране, набрали в Киевской области, но я думаю, что мы будем работать. Чем более активно мы работаем, тем более мы практически участвовали во всех дебатах, которые у нас были в регионе. У нас практически по 5 дебатов в день было, 2 телевидения, 3 радио. Ну, там, может быть, ни 2 дебатов не смогли, у нас команда смогла поучаствовать, мы получили практически 10 доверенных лиц удостоверений, и ребята у нас активно работали, поэтому мы в рамках того, что нам было оказано помощь именно с агитацией, с агитационной, с газетами, с рекламой, мы это все разнесли, раздали, устраивали пикеты, ну и, конечно же, участвовали в дебатах. Ну, это хорошая тренировка, и я думаю, что большой задел на будущее, и перспективы как партии. Ну, и плюсом мы, конечно, очень быстро собрали подписи. Там проблем, да, у вас, насколько помню, не было. 2,5 тысячи подписей мы по Киевской области собрали, еще и успели съездить в Москву помочь с проверкой подписи. То есть, вот это тоже интересный момент, к которому мы окунулись, как проверяются подписи. То есть, там практически каждую подпись вычищали. Конечно, много сделали для себя интересных выводов. Если вы раньше помните, когда собирали подписи, на каждом листе там по 10-15 подписей, мы дошли до 5. А в итоге, когда смотрели проверку, у нас ребята, кто в ЦИКе был, сказали, что самый лучший вариант был у Юлинского одна подпись на листе. Тогда, если зачастую были неправильные, например, помарки в проверяющих, там, в заверяющих, то сборщиков подписей, то мы сразу теряли 5 подписей. А когда одна подпись, вот это вот достаточно, как бы, интересно на перспективу, на место на будущее. Ну, хотя в Киевской области нам это еще 3 года с половиной не грезит, следующих выборов подписей мы не собираем. Но все равно будем работать, будем помогать другим регионам. Сейчас у нас уже наработки есть. Нахождение нашей области в пятерке лидеров по числу проголосовавших за кандидата от коммунистов России, это, можно сказать, что на особым счету у нас будет? Регион? В премьер его будут ставить, не знаю, финансирование больше пойдет? Ну да. По вашей линии, по партийной? Да, но у нас и так неплохая поддержка партии. Именно вот наш проект, этот же лагерь, мы в этом году увеличиваем нашу лагерь практически в два с лишним раза. Имени Гагарина. Ну да, если там у нас был один, мы сейчас берем еще соседний лагерь в аренду, который был как база отдыха. И мы его расширяемся, и у нас, наверное, будет... Это мы сейчас не про партийную линию говорим? А там партия помогает. А, и там партия помогает. Да, да, то есть для дома состроительской темы. Нет, это более уже социальный партийный, потому что строотряды такие ресурсы не осилят. Потому что все-таки это более ресурсы привлекаемые уже партийные к этому вопросу. И хочется сказать, что мы сейчас идем именно по тому направлению, что все корпуса, в перспективе, которые мы развиваем, будем строить в лагере, они будут самого высокого уровня у нас в области. То есть этот лагерь у нас будет, я считаю, что в ближайшее время лучшим лагерем в области. То есть мы будем делать в каждом номере туалет-душ отдельный. То есть если у нас сейчас, даже мы в лагере Гагарин, когда нам его передавали, там был туалет, ну, как помните, в старые советские времена ездили на улице. Да, все удобства на улице, душ. Мы уже сделали в лагере Гагарин в каждом корпусе по несколько туалетов и раздельных, и душ где-то есть. То есть теперь мы будем делать это в каждой комнате. Так, подождите, мы это кто? В чем управление-то все-таки? В рекотделении? Да, практически мы. Да. Ну, не с этим. Кто управляет? Управляет у нас общественная организация студенческий строительный театр. А, ну да, все, понятно. То есть мы, как один из спонсоров, как один из помощников в этом вопросе здесь активно участвуем. А, ну теперь понятно. Давайте сейчас сделаем рекламную паузу, не можем от него мы откреститься и вернемся в студию. Это особое мнение Николая Бурсукова, депутата Кировской гордумы от партии Коммунисты России и секретаря областного отделения данной партии. Напоминаю вам, слушатели, что есть форма на сайте Кирова.ру, для того, чтобы вы смогли задать вопрос нашему гостю. Звонки мы, в отличие от ненных разворотов, здесь не принимаем. Вот такая система. Хотел вопрос вам задать последним, но решил сейчас. На прошлом заседании, ну, прошлое это состоялось вчера, вот на предвчерашнем заседании, да, это было? Наверное, даже раньше. Или раньше это было. В общем, глава администрации города Кирова Илья Шульгин обратился к депутатам гордумы и попросил озаботиться темой браков и разводов. И попросил вас разработать некий план мероприятий по укреплению семей. Дело в том, что Кировская область входит в семерку регионов страны, где число разводов превалирует на числом браков. Неожиданно для меня такая тема была поднята, очень такая личная, интимная. Ну, раз попросил глава администрации, какие у вас соображения уже есть? Соображения? Ну, вот мы всегда тоже, когда в студенческих отрядах неоднократно обсуждали, чем интересны были советские годы студенческие отряды, что в них как раз молодежь находила друг дружку, когда еще образовывались пары, работали, потом очень много свадеб было. И зачастую сейчас с ветеранами точно так же обсуждаешь, они говорят, ну вот мы с супругой познакомились в каком-нибудь далеком селе, где мы работали вместе в составе студенческого отряда. Поэтому как одно из средств каким-то образом развивать направление студенческих отрядов? Ну, да, вполне понимаю вас. Чего бы не привлекать к этому большее число молодежи, парней, девушек, чтобы они занимались совместным делом, чтобы это им обоим нравилось, и на этой общей почве они долгогодичные союзы создавали. Выезд в регионы, в районы, области, потому что зачастую ведь в чем интересен студенческий отряд, это когда ребята работают где-то отдельно, то есть они не ходят на работу в Кирове, например, возьмем, к примеру, живут дома и ходят куда-то на работу, это просто работа. А студенческий отряд, они выезжают в какое-то место дисфокации, где они работают, и практически круглосуточно они участвуют в процессе жизни. И почему зачастую там и проще привлечь девушек туда, потому что если обычный строительный отряд в городе, тут девушке сложнее как бы работать, то в районах там есть и медики необходимые, ну то есть первичный персонал там обычно брали, и повара, то есть более широкий спектр, кто не будет. Сельхоз работы как-то, да? Сельхоз работы, ну и, ведь мы, например, зачастую, вот мы когда начинали первый год делать студенческие отряды, мы ремонтировали дом ветеранов, строили, точнее, дом ветеранов, а попутно мы тут же в районе ремонтировали там детский садик в один год отремонтировали, в следующий год отремонтировали там родильное отделение, потом где-то школе помогли. И поэтому, а там уже работы не такого высокой квалификации, где можно там где-то что-то покрасили и так далее использовать труд девушек, потому что при большой объеме работы и профессиональной там уже больше, наверное, склонен парней использовать, но здесь есть выход из ситуации. Поэтому это как одно из средств, я думаю, что тоже можно очень удобно использовать. Ну, а, кстати, глава администрации, он ждет от вас на бумаге конкретных предложений, что он что имел в виду, помогите, разработайте план мероприятий, или в устной форме выскажитесь на заседание очередного городома. Это прозвучало как предложение. Не, ну, улыбки улыбками, но тема-то действительно серьезная. Тема национальной безопасности и вообще, да, репродуктивистики и так далее. Еще бы хотелось узнать ваше мнение по поводу одного показательного очень мероприятия. На прошлой неделе, 23 марта, люди с ограниченными возможностями привлекли к себе внимание, да, они прошлись по улице Карла Маркса, от перекрестка с Роза и Кусиббург, где-то в библиотеке имени Герцена были придушены активисты, в том числе инвалиды из других городов. Ну и вот по итогам, да, это наши коллеги 7 на 7 организовывали издание интернет-журнала и центр «Дорогу и добра». Так вот, по итогам был сделан вывод, что очень недружелюбен наш город так людям с ограниченными возможностями. И так продолжаться не может, потому что в 21 веке этому уделяется одна из первоочередных задач. Да, согласен с этим. И вот та же программа по формированию городской среды современной, она как раз и направлена на то, чтобы обеспечить возможность всем людям участвовать в жизни города и одновременно, чтобы были больше возможностей именно как раз для инвалидов, да в принципе, даже не инвалидов, а именно даже там родителей с колясками, да, то есть это сложно и тоже точно так же передвигаться по городу. Как родители, которые до сих пор еще с коляской ходят? Да, да, да. И это все необходимо приводить в правильный концепт, необходимо развивать, я думаю, что это очень необходимо и нужно делать. Возможно, у вас какие-то созреют предложения, которые вы озвучите в Городуме, потому что, как уверяли нас специалисты, работающие в этой сфере, созванивались мы с тем же городом Воронежем, они говорят, что, уважаемые кировские власти, для этого не нужно очень много денег. Возьмите какую-то точку, и вы пойдете от этой точки дальше, дальше по городу, где-то пандус сделать, да, где-то сравнять бордюр, чтобы можно было не только на инвалидном коляске, но и на обычной коляске, да, с ребенком проехаться. То есть, хотя бы начните что-то делать, да. Хотя бы начните что-то делать. Для этого, в первую очередь, нужны активные люди, которым интересно как раз развивать свой город и развивать эту тему. И поэтому самое главное найти энтузиастов, которые это займутся, а я уже вижу, что они есть. Поэтому я думаю, что самый главный этап сделан. Нашлись энтузиасты. Еще о городском пространстве. Недавно была затронута эта тема. Дискуссия настоящая развернулась о том, что следственный изолятор на улице Мопро у набережной Вятки нужно убирать, организовывать там какой-то центр современного искусства, выставлять прекрасные вещи. Само пусть заведение, которое принадлежит у Симу, будет подысканно для него другое здание. По этому пути, говорили активисты, идут многие европейские города. Это не просто СИЗО, это же настоящий тюремный замок, который был построен еще в первой половине XIX века. Вот такая культурная тема. Насколько вам интересно, актуально для вас? С точки зрения как человека, которому интересна судьба нашего города и развитие именно нашего города, конечно, я считаю, что этот вопрос необходимо поднимать. Но насколько он созрел сейчас на данный момент, я, конечно, не готов ответить. Созрел в смысле? Ну, в смысле того, что... Готовы ли все стороны? Готовы ли все стороны? Есть ли у нас возможность, да, есть ли у нас финансовая возможность? Вот сейчас у нас начинает разрабатываться план городоустройства нашего, будет разработан. Вот я думаю, что... Генеральный план вы имеете в виду? Генеральный план, да. Генеральный план нашего города. Поэтому в рамках развития этого генерального плана надо как раз включить этот пункт в развитие нашего города. И поэтому здесь необходимо, и мы это на Думе обсуждали, что подойти более активно к разработке данного плана и всем, неравнодушным людям, всем предложить свое видение и какие-то свои предложения. А что бы вы еще включили в генеральный план? Обязательными какими-то пунктами? Ну, хотелось бы, конечно... У нас, говорят, точечной застройки у нас вроде как уже нет. По-моему, есть. Ну, в первую очередь, хотелось бы включить, конечно, обход западный нашего города, который еще в советские годы был продуман и разрабатывался. Это от нового моста до советского поворота. Вот такой достаточно серьезный. Я думаю, что это было бы очень хорошо, чтобы наш город разгрузил. Плюс, конечно, мост необходим у нас в городе еще один. Третий? Третий. Потому что очень сложно передвигаться. И по городу я имел в виду, что мост и через железную дорогу, которую пересекает наш город Кировкотлос, и, конечно, через Вятку. Чтобы у нас каким-то образом все-таки вот эти развязки, чтобы передвижения у нас в городе, меньше было пробок. Я думаю, что тут тоже ситуацию надо кардинально пересмотреть, продумать. Попытались... Напомните, да, простите, третий томос, где он планировался, это вот по милицейской, да, если туда ближе к крыке спускаться. Да, то есть это был план сделать, напрямую связать Киров с Кирово-Чепецком, как я слышал, вот его, по крайней мере, то, что обсуждалось, и пустить там, по-моему, троллейбус. То есть это 10 минут, и мы в Чепецке. То есть это был вот такой вариант, ну, если мы посмотрим, там ведь напрямую достаточно близко. Это мы 40 километров едем по дороге. По Кривой, да? Да, 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 по такой обездной. А если это напрямую, то это бы очень сильно объединило наш город, то есть ведь был тогда тоже разговор и с Освободским таким же образом связать напрямую, и у нас бы были такие вот достаточно большой и в перспективе развивающийся город, который может зайти и за миллион. Чтобы там какая-то большая сумма очень обозначена на подготовительный этап к этому генеральному плану, чтобы ревизию провести и так далее. 15 миллионов, по-моему, озвучиваю. Да, но все-таки это же не необходимо нам сделать хороший генеральный план на много лет вперед, чтобы мы продумали уже все эти ситуации, чтобы не было, как мы говорим, неоднократно неточечной застройки, чтобы это был где какие форматы, и это все равно необходимо привлекать мощные проектные институты, которые... Которых у нас, как было сказано, нету. Да, у нас должно быть... То есть можно найти только в других городах. Да, в крупных. Завершается на этом особое мнение Николая Барсукова. Без 15.2 на часах. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова